Первый международный матч в рамках Кубка Европы. Вильновскому клубу Спартенко предстояло сыграть с очень сильным противником, израильским Макаби, в составе которого взрослые опытные спортсменки. Для нас, наверное, каждая игра сложна, потому что состав очень молодой. И мы расцениваем каждую игру, как ступеньку чуть-чуть подняться в своем мастерстве. И поэтому такие игры на вес золота, потому что в них, как нигде, приобретаешь великолепный международный опыт. Первый тайм винновчанки начали достаточно активно. Всячески пытались сравнивать счет, что у них неплохо получалось. Страсти нарастали. Но к большому перерыву разрыв составил 15 очков в пользу Макаби. Игра хорошая, но нашим нужно лучше играть в защите и дорожить мячом. Перестать потерять на мастерском месте. Может, молодые очень. Все время пробахиваются. Может, неопытные. На трибунах Дворца спорта сидели болельщики обеих команд. По счастливой случайности, заядлые болельщицы Макаби оказались в Москве. И с удовольствием приехали посмотреть на игру. Я очень рада, что я вижу своих девочек на этом событии. И я надеюсь, что они победят и наша команда дальше продолжит борьбу в этом чемпионате. Несмотря на многочисленные в последнее время поражения, Спарта НК продолжает вызывать интерес не только у верных болельщиков, но и у спортивной прессы. Так, победителем традиционного розыгрыша призов стал журналист, который приехал в Видное освещать игру команды. Не ожидал, что так повезет. Ну, фортанул, значит, не все так плохо в моей жизни. Во второй половине матча спартанки пытались переломить ход встречи. Но удачным оказался только четвертый отрезок. Этого, конечно, не хватило для сохранения интриги и исхода игры. Итог. 60-71. С разрывом в 11 очков победу одержал Макаби. Теперь Спарте предстоит сыграть гостями на их арене в Израиле.